И далее приводятся у нас слова Ибн Хаджира в его книге Лисан Аль-Мизан, 1-й том, страница 12-й. Что он сказал? Говорит, необходимо к этим трем разделам, то есть к таксиру, к фитнам и к военным походам, добавить еще четвертый раздел, а это Аль-Фабаэль, то есть раздел о достоинстве различных дел. Это говорит целая долина слабых и ложных хадисов. То есть Ибн Хаджир что хочет сказать? То, что в тех вопросах, в которых рассказывается о достоинстве различных дел и деяниях, достоинства малого омовения, достоинства намаза, достоинства заката, достоинства урозы, говорит, придумано много ложных хадисов, а также присутствует много хадисов слабых. Исканат Аль-Умда филмагази аля мисл аль-Вакиди, говорит, уфит тавсир аля мисл мукатил валь-кальби, говорит, потому что в вопросах магази, военных походов люди много опирались на подобных аль-Вакиди. Что касается вопросов тавсира, то люди много опирались на мукатили ибну Сулеймана, а также на кальби. Уфильмаляхим аляль-Исра-Илият, а в вопросах различных смут и сражений, которые будут перед судным днем, много опирались на то, что приходит от Исра-Илият, то есть от иудеев. Уаммал фабаэль фалятухса, а что касается вопросов достоинств различных деяний, то вообще невозможно посчитать, на кого только в этих вопросах люди не опирались. Говорит, как, например, рафидиты напридумывали много чего относительно достоинства семейства пророка, салаллаху алисалям. Говорит, а потом различные невежды из приверженцев Сунны, то есть невежественные из них, начали придумывать в противоречии рафидитам различные хадисы, в которых приходили достоинства Муауи или достоинства Абу-Бакра и Румара. И говорит вместе с тем, что Всевышний Аллах и так поднял положение у Бакра и Румара, и они не нуждаются в различных выдуманных рассказах и историях.